Сейчас переживаю очень тяжелую какую-то судьбу, видимо, с деятельностью. Не очень тяжелую, просто тяжелую. Да, с 7 лет уже работаю в одном и том же месте, и все было очень хорошо, и отношения, и работа ладилась. А сейчас наступил тяжелый период. Да, и с начальником все было хорошо, сейчас все как-то... Последние 2 года вот я замужем, и как-то, видимо, стало не так много времени уделять работе, и не таким вот солдатиком, я праздник, как раньше уже сейчас являюсь. И резко в последний год очень ухудшились отношения с начальником, постоянно какие-то придирки, раздражения, конфликты какие-то, зарплату урезал. И, в общем, так трудно на этом стало, я вот поняла, может, там время мое закончилось, или менять работу это надо. Но так в молитве... Надо потерпеть. Потерпеть. Сердцем бы я хотела уйти и закончить эту жизнь по работе, или я еще не заслужила этого? Ну, а чем бы вам параллельно матери не становиться и потом уходить, как станете матери? А там очень стрессовая работа, там крики постоянные, я думаю, что мне очень сложно будет забеременеть в такой ситуации. Очень нервничаю, очень... Но с этим я согласен полностью. Может быть, как-то завязывать, или еще... Может быть, завязывать. Нет, если вы будете бороться, у вас там все наладится, и вы даже поменяете специальности. Там как-то вас переведут, и хорошо, удачно очень, если вы останетесь. Ну, вы сейчас правильно сказали, что женщине, чтобы зачать, лучше уйти с работы на время. Это стопроцентно работает. Женщины, когда расслабляются дома, в домашней атмосфере, им легко и легче зачать ребенка, гораздо легче. Это факт стопроцентный. Ну, так же вы можете потерпеть начальника, и где-то через несколько месяцев у вас будет там же, куда-то переведут вас, и будет хорошая работа. Два варианта. Выберите один из двух вот этих вариантов. Может быть, не работать час, а думать о зачатии. Сейчас есть некоторые материальные сложности, поэтому сейчас очень трудно мне решиться на этот шаг. Ну, тогда работайте там, вы там ничего не потеряете. Начальник вас не сможет выгнать, он может только перевезти вас куда-то. Что он разумный человек, он не любит терять людей. Сейчас вас воспитывает просто. Сейчас очень большие сокращения идут, видим ли, я ему зачем-то нужна, да? Да. Терпеть, в общем. Да. Спасибо огромное. Спасибо.